здравствуйте дорогие друзья мы начинаем сегодняшняя наша встреча посвящена мудрости царя соломона значит эта книга мишли притчи царя соломона она входит в тонах в тору в письменную тору и мы ее это кстати самая книга бестселлер можно сказать да самая цитируемая книга в я думаю самая цитируемая книга за последние три тысячи лет почти она записана каждый шаббат во всех еврейских домах поют отрывок из этой книги кто знает какой отрывок поют эшет хайл эшет хайл мимса кто найдет доблестную жену цена и намного выше чем жемчуг это окончание этой книги 31 глава с 10 по последний это прямо окончание этой книги и и представляете сколько поют ее и поют и поют три тысячи лет и и поют это как спецификация какую надо выбрать жену то есть это конкретно чек-лист по по женским характеристикам параметрам значит меня зовут из как винтусевич и на вопрос кто я у меня нет ответа если честно потому что как говорит психология некоторые из ее течение что лично человека она формируется каждый раз в как процесс реакции на внешнюю реальность в данный момент я преподаватель мишли можно так сказать что раз я сейчас здесь нахожусь с этой книга значит и цель наша какая сегодня чуть-чуть с ней ознакомиться то я в данный момент преподаватель мишли теперь когда-то я родился в харькове кто-то есть из харькова да вот земляки значит до харьков это как хоран знаете очень похоже по боклам что авраам авиноват он родился в не в хране он не родился он ради родился в урказдиме урказдимец значит я родился в харькове и каждый город где человек рождается каждое место где человек рождается если мы исходим из этой же идеи что лично человека формируется как реакция на ту среду в которой он находится то каждый раз тот кто родился в одессе он вокруг него все время люди пытались шутить и он как бы запомнил много шуток и тоже пытался шутить потом вот все одесситы как бы есть это одесситы да вот пытаются шутить потом да вот есть там харьков у нас была особенно своя какая-то менталитет в донецке кто-то есть из донецка да вот донецке такие серьезные суровые лица город город это как украинский новосибирск наверное или еще подальше в общем каждый город он формирует человека и поэтому тора очень сильно нам советуют выбирать с кем общаться потому что отдались от плохого соседа если ты с плохим соседом ты все время он тебя формирует и включаешься все время на вот эту свою плохую сторону до или там с волками жить по волчьи вы да то есть ты с волками живешь ты становишься волком с обезьянами становишься могли с харьковчанами становится харьковчане и так далее да и значит потом жизнь развивалась по каким-то магистралям как у каждого из нас и каждый раз попадая в какую-то среду формировался какой-то слой как как матрешка да то есть каждый человек похож на матрешку в котором слой за слоем слой за слоем накладывались какие-то привычные реакции какие-то привычные модели поведения и так далее и в итоге все мы попали в сегодня сегодня мы находимся в синагоге как называется синагога на халате оков значит на халате оков и у меня у меня внутри звучит песня и он прочтет нам модно очень популярны в нашей синагоге отходняк а почему звучит эта песня потому что я вспомнил слой харьковский включился то есть мышление человека она состоит из этих слоев наслоение к культурные слои до наслоение из каждый год каждая каждая встреча каждые люди которые нас окружают формируют этот слой и потом значит в моменте настоящего в человеке действует его прошлое то есть большинство людей они они как бы в своих решениях в своих реакциях в своих мыслях они они ведомые прошлое теперь в какой-то момент человека может лекзор бачу ва то что называется лекзор бачу ва само слово вернуться к раскаянию имеется ввиду он пытается нажать кнопку reset вернуться к заводским установкам знаете как телефон и там есть кнопка типа снести весь софт и значит вернуться но тоже как бы не получается ты во взрослом возрасте и тут ты надеваешь на себя шляпу пейсы бороду но как бы ты ты остался все равно все свои то предыдущие остались и чебурашка например или там какой-то другой персонаж он никогда из тебя не уходит то есть я помню кто помнит вот винни пуха конечно вот и вот у перте вот например аэлита не запомнила а песни пропиточка она будет помнить всегда да почему потому что то что мы запоминали в предыдущие периоды нашей жизни она все это все записывалось как говорит нам тора на чистый лист а потом то что мы сейчас пытаемся чем-то взрослее становишься то ты уже пишешь на исписанном листе и она получается такая как очень сложная комбинация теперь значит человек при этом все люди одинаковые все люди все мы одинаковые все хотят жить хорошо давайте проверим кто хочет жить хорошо все хотят жить хорошо а что значит хорошо и тут о но но есть общая характеристика есть общая характеристика на что ориентируется человек есть много идей о том что такое хорошо что такое плохо но в итоге если человеку хорошо на душе то ему хорошо на душе если ему плохо на душе ему плохо на душе и ты можешь как тут ни крути но вот это является таким ориентиром чтобы было хорошо на душе но опять же получается что если внутри у человека есть много разных запутанных схем как достигать этого состояния хорошо потом это входит в противоречие с новыми схемами что-то знаете как спрашивали одного человека что он в жизни любит он говорит вы знаете говорит к сожалению все что я люблю или аморально или запрещено или ведет козырь к ожирению у него так оказалось что его в состоянии хорошо вводили только вещи которые оказались по его системе координат запрещены или аморально или ведут к ожирению это создает внутренние проблемы теперь в разобраться в этом очень сложно в очень сложно и значит я сейчас именно обращаюсь к нам то есть бывшие советские граждане которые вообще росли в очень какой-то такой искривленной идеологии то есть если но тут уже много молодых которые родились после развала светского союза да но у вас идеология еще более искривленная почему потому что те родители которые воспитывали вас которые вот сами были воспитаны в советском союзе а у них потом из произошла смена формата то дальше они воспитывают своих детей а тут еще бабушки дедушки вообще из разных каких-то ну культ до культурных слоев и тут совершенно непонятна жизнь потом еще на это болеть шва это как примерно как в борщ добавлять что ну и сироп например какой-нибудь малиновый да ну то есть получается очень и очень сложный микс да то есть люди которые стали религиозными с бывшего советского союза очень сложная душевная организация у них и психическая интеллектуальная всякая поэтому сложно найти как бы основная вот я сегодня почему я хотел выступить главная тема я в прошлый раз женой проходил мимо и мимо вот этого места и как раз зашел была лекция для молодежи как выйти замуж как жениться и я понял что реально эта проблема почему потому что если ты совершенно ну такой сложный набор микросхем и ты ищешь человека который тебе подойдет то а как ты найдешь который тебе подойдет если у тебя одно такой набор который в больше нигде никогда не встречался то есть если женится два религиозных человека они понимают что у них совершенно идентичное мировосприятие то есть они абсолютно из одинаковых домов они они росли в одинаковых абсолютно семьях они росли в одинаковых схемах у них ну то есть все идентично да теперь встречаются два человека один большего например из там новосибирска а второй большего из одессы например или из не знаю откуда еще бывают болельщего да 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 харькова например из харькова один из одессы другой из харькова это это вообще микс нет нет совершенно неподходящие друг другу да хорошо теперь значит и плюс еще один себя почему-то считает хаббатником а второй себя считает там убежденным хасидом спинка есть хасиды спинка не слышали мало и хасида в спинка но он решил стать именно хасидом спинка он и был человек оригинальный и непростой всю свою жизнь а тут он решил тоже он же не может изменить своим правилам резинов жизненным да и стать просто каким-нибудь простым хаббатником да нет нет состояние души его не быть как все а если ты не быть как все то ты и в иудеизме не будешь как все то есть ты будешь ты будешь стараться быть каким-то уникальным не как все ну и вот теперь значит как с этим всем быть вот это большой вопрос и и вот как раз я считаю что все в этом мире всем же управляет всевышний и царь давид говорил что он говорил то ха хам кто мудрец а ломать мегаля дам тот учится у каждого человека и дальше он объяснил почему это потому что миколь мил царь давид говорил миколь милом да и скальте от каждого кто меня получал я умудрился и это тихо сихали потому что твое свидетельство она разговаривала со мной и тут получается то есть царь давид говорил что бог через каждого человека он разговаривает ну он мог понимать и вот первый вопрос сегодня когда мы начали общаться еще все опоздавшие подтягивались как раз они потять были в пути и тут аэлита задала первый вопрос судьбоносный вопрос который как раз дает ответ на вопрос а как быть значит что или то спросила кто помню что делал вторник в прошлый вторник я сказал что вообще это не вообще не важно для меня вот если разобраться то то что вы делали в прошлый вторник пять лет назад десять лет назад это вообще не важно то есть это не важно абсолютно потому что в данном в данной ситуации в иерусалиме пять тысяч семьсот восемьдесят третьем году какой сейчас месяц кто помнит 21 швата уже 22 швата началось вообще абсолютно неважно из какого ты города какого ты там и так далее то есть ты важно не важно то что ты хочешь построить то есть можно строить жизнь потому что я такой какой я был и тогда проблема потому что ты вот не жена звонит она не знает что я провожу занятия и она переживает а может молодой человек вот он отыграет оборваться че ему телефон дать да извиняю вот жене надо отвечать всегда почему потому что она два раза уже звонила да я ну знаете как она сейчас в стране в которой нет войны сейчас какой то сейчас я думаю как неправильно сделать вот так нам что провожу урок правильно а вот давай давай хорошо напиши да вода провожу занятие 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 все нет и подписывать не надо нужно десять сердец разве три четыре пять шесть семь восемь девять десять все все десять сердец и значит и хана и хана спросит что что делать дальше какие какие есть дальше указания хана спроси это сейчас вопросы чуть позже да вот я значит что делать то есть если строить свою жизнь исходя из прошлого то прошлое она ведет ну совершенно вот-вот по каким-то непонятным путям да теперь можно строить жизнь из будущего то есть ты для себя решаешь как я хочу жить и действия которые ты делаешь сейчас они должны быть исходя только из того что ты хочешь создать в будущем и тогда ты строишь как бы новую модель то есть ты можешь строить взять например старый какой-то дом да и пытаться из этого дома сделать там баню ну как ты сделаешь сауну из дома то есть это очень сложно там ну как бы очень сложно то есть ты можешь взять и построить новый как бы новый дом у тебя есть новый чертеж и этот новый чертеж новый дом ты можешь построить точно так же ты можешь построить себя той личностью которая будет от этого момента и дальше жить той жизнью которой которой ты хочешь жить но вопрос еще остается вопрос то что я хочу это откуда она берется это я хочу она что же из того же прошлого то есть ты берешь значит получается из прошлого переставляешь какие-то желания потом у тебя но не вообще не совершенно не сходится по формату с кем какой путь ты выбрал как религиозный человек например ты как бы и ты поговоришь нет но ничего как-то вот я я впихну она не впихуемая то есть она не впихивается часто это есть у меня все время лезут шутки из прошлого шутка у меня есть такая вот на эту тему что есть такой очень сильный человек зовут его валуев николай валуев и он такой сильный что он может матрешку не по порядку складывать вот это я не слышал это это новое что значит и а сложить свою жизнь как бы на старом материале это как матрешку не по порядку складывать теперь я в какой-то момент это понял для себя я решил что вообще в принципе мне кажется что в этом и смысл торы это убрать свое эго и подключиться к творцу мироздания к создателю мира к богу который создал совершенно гармоничное мироздание если чек не вмешивался было бы вообще все идеально то есть мир если чек него бы не вмешивался был бы вообще идеально бы работал и значит если есть вот эта система тора да это некая система которая которая абсолютно предусматривает все ситуации в жизни человека если ты начинаешь строить свою жизнь по этому плану по чертежу по этой модели то в принципе ты можешь рассчитывать на все хорошее что есть в этом мире на прекрасное здоровье на прекрасные отношения на благополучие финансово эмоциональное духовное и плюс еще бонусом вечная жизнь теперь вопрос другом а как то есть возникает вопрос у человека который начинает учить тору возникает вопрос а как ну то есть понятно я религиозный ну понятно мне сделали обрезание ну понятно там у меня пейсы борода там ну как бы все я религиозные но что-то не складывается это это какие-то внешние признаки это не является не является как бы фундаментальными моделями как надо жить и нам очень сложно приходится потому что человек который становится религиозным возрасте уже он он не имеет доступа ко всем ресурсам вот этим всем знаниям часто нет доступа к раввинам которые могут тебя вести по жизни и советовая да поэтому приходится что разбираться вот давайте сейчас будем разбираться правильно а можно мне чай вот чай или вода лучше и чай и вода то есть это тоже вот один из таких алгоритмам то есть каждый живет в наборе алгоритмов кстати хотите проверить насколько ваши алгоритмы программы мышления хорошо работают хотите проверить тест очень простой тест у каждого человека есть набор программного обеспечения как зарабатывать деньги как работать как зарабатывать деньги то есть откуда берется этот набор правил он берется естественно с детства от того что тебе говорили родители от того что они тебе показывали от того что тебе объясняли и что ты видел в первые десятилетия своей жизни, потом ты начинаешь принимать решения на базе тех уже таких вот схем, которые в тебя вложили, какую взять профессию, как относиться к деньгам и так далее. И в итоге у каждого человека есть, это называется, финансовое мышление, финансовый алгоритм. Как проверить финансовый алгоритм, знаете? Очень просто. Сколько вы заработали за прошлый год, это результат финансового алгоритма. Это четкий конкретный результат алгоритма, по которому вы относитесь к финансовой сфере своей жизни. Теперь второй алгоритм, например, второй алгоритм это здоровье. У каждого человека с детства есть набор убеждений по поводу здоровья. Эти убеждения, опять же, откуда к нему вошли? Семья, воспитание, потом какие-то нахватался, каких-то воспитателей или лидеров мнений. Я помню, что вот если, когда я сказал про лидеров мнений, то я помню, у меня вот про здоровье была такая фраза где-то, я заканчивал Харьковский спортинтернат Олимпийского резерва, и главное убеждение про здоровье у нас было такое, кто не курит и не пьет, тот здоровен тем умрет. А еще было к этому добавление такое, что курить мы курим, а пить не бросим. Это то, что было принято в той среде, в которой я рос, например, да? Среди спортсменов, это среди спортсменов, Олимпийский резерв. Теперь, значит, и дальше человек с этими алгоритмами живет. Как проверить, насколько эти алгоритмы хорошо для вас работают? Результат, состояние здоровья сегодня, это следствие работы отношения к здоровью. Семья, отношения, значит, каждый человек имеет отношения, во-первых, с окружающими людьми. Это отношения с окружающими людьми, это коммуникация, модели коммуникации. Как проверить, насколько эти модели у вас работают? Ваша коммуникация, да, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, да. Отношения, семья, все сферы жизни регулируются моделями мышления, которыми человек пользуется в этой сфере жизни. Теперь, если результат человека не устраивает, то что? Два варианта. Или человек, если у него есть такой вирус, который это смертельный вирус. Знаете, вот есть, я не знаю, есть ли в компьютерах смертельные вирусы, которые не дают шансов компьютеру выжить. Но у человека, какой? Ну, был такой, наверное, да. У человека смертельный вирус, это я нормальный, все хорошо, разберемся. Все, это смертельный вирус. Потому что если человек думает, что с ним все нормально, а проблема в окружающем мире, то у него нет шансов. У него есть шансы. Тора нам дает, даже такому человеку, Тора дает шансы, звучит этот шанс так. Меняешь место, меняешь судьбу, да. То есть у тебя есть твой мозаль в этом месте. Если ты не поменялся, то ничего не изменится. Но если ты изменил место, то, возможно, в новом месте у тебя что-то будет по-новому. Невозможно, а точно у тебя будет по-новому. Меняешь имя, меняешь судьбу. Значит, чтобы человек изменил имя, то здесь у него должно реально что-то внутри поменяться. То есть сказать, что меня зовут по-другому, это у него должно произойти на уровне именно мышления и самовосприятия что-то кардинально новое. Поэтому, понятное дело, что если он поменялся, то есть смена имени – это смена самовосприятия, то, как человек себя воспринимает. Тогда понятно, что его судьба поменялась. Третий вариант, кто помнит, когда меняется еще судьба? Доволение. Ну, имя я сказал уже. Когда человек женится, меняется судьба. Почему меняется его судьба, когда он женится? Это известная тоже история, что начинается новый этап, что прощаются все грехи, как бы в момент хупы он становится реально новым человеком. Почему? Потому что, помните, с чего мы тоже начали? Повещается, что это происходит. Да, на него появляется все время человек, который на него влияет. Влияет на него очень плотно во всех сферах жизни. И его новое состояние, его личности, то есть его личность после того, как он женился, она в любом случае претерпевает кардинальные изменения из-за взаимодействия с новым человеком. Поэтому он становится другим в момент женитьбы. Но дальше, опять же, входят те же самые программы. А как вести себя с женой? Как? И тут, опять же, человек на что может опереться? На тот опыт, в котором он рос. То есть, если я помню, когда-то ко мне один парень подошел, я только начал проводить тренинги здесь, в Израиле, и один парень такой, да, он подошел, говорит, вот, а я не могу жениться. Я говорю, ну, давай разбираться, значит, давай. Почему? Ты как бы пробовал? Бывает, что человек не может, не пробовал даже. Он говорит, пробовал. Там, вот, недавно закончились отношения. Я говорю, почему? Он говорит, потому что я веду себя как настоящий мужчина. Я говорю, что ты имеешь в виду? Давай, как бы, проясним эту идею. Он говорит, если что не так, сразу по роже. Я говорю, интересная идея, да, то есть. Еврестий мальчик, из Одессы, кстати, из Одессы, да, да. Я тоже спросил, откуда ты это взял? А да. А он говорит, нет, нет, говорит, это начали мы вспоминать. Нет, нет, у него был какой-то, его там во дворе, какой-то, то ли брат, то ли кузен, то ли непонятно кто, который был для него дитим авторитетом. Этот вот кузен, он, значит, так вот, он ему говорил, что если что не так, женщина, он говорит, такие. Значит, если что не так, сразу по роже. Если она даже говорит, что нет, типа, они такие. Все, и он поверил в это. Он поверил в это, и дальше его отношения шли под этим, вот, как бы, складывались под этим. Точнее, не складывались. Точнее, не складывались, да. Теперь, значит, понятно, да, что полностью ситуация человека, каждого из нас на сегодняшний день, во всех сферах жизни, это следствие прошлого вторника. То есть, это следствие прошлогоднего снега, следствие непонятных людей, которые на нас влияли, следствие непонятных учителей, воспитателей, книг, которые в детстве мы читали, и, значит, дальше у человека вот этот весь его набор, набор, он весь определяет его решения, его реакции, его конкретные даже планы, цели и мечты, и, значит, если он туда добавляет немного торы, то происходит некий коктейль, который может, в принципе, привести к неожиданным последствиям. То есть, я помню, когда я начал соблюдать, у меня вначале очень все стало плохо, вообще. То есть, у меня стало все плохо вообще полностью, во всех сферах жизни, и потом я понял такую вещь интересную, что человек, который не соблюдал, он не был в духовном свете, и тот, кто не был в Израиле, например, потому что в Израиле реакция Бога на то, что происходит, моментальная. И если есть у человека какие-то пробои в духовном плане, в его отношении к людям, к жизни, если есть какие-то пробои за границей, то это не сразу, оно как бы, нет отдачи моментальной. Глаза Бога над землей Израиля постоянно. И тут, если у тебя есть какой-то пробой, это как человек, он, например, пришел в белой рубашке, там, на какую-то там, в бар какой-то, пришел в белой рубашке, ну, сидит в белой рубашке, красавчик, все. Потом вышел в белой рубашке на прожектор, а она не белая, она вообще не белая, у него видны все пятна. Это то же самое, когда человек приезжает в Израиль, начинает соблюдать, причем есть еще такой момент, что те, кто начинает соблюдать, они могут сразу же прыгнуть на высоте ступени святости. Вот если кто читал, недельная глава Итро сейчас была, закончилась, да, в эту неделю была глава Итро. И там есть последний отрывок, вот последняя заканчивается глава Итро, что Бог говорит, какие жертвенники, как сделать жертвенник. Он говорит, во-первых, сделай мне простой жертвенник, земляной. Во-вторых, жертвенник должен быть, на него не должно быть металлическое предметы. И третье, он говорит такую фразу, очень интересную, что «Аль-Та-Але-Бе-Ма-Лот-Аль-Миз-Бахи, не поднимайся по ступеням на жертвенник мой, а Шерлотти-Галэ-Рва-Тиха-Алаф, чтобы не оголился твой стыд на нем». Значит, во-первых, кто помнит, на жертвенник не было ступенек, был в полоде подъем. Во-вторых, коины, священники ходили в штанишках таких, ничего там не оголяется, никакой стыд. О чем речь идет тогда? Речь идет, опять же, об этом же принципе. То есть жертвоприношение, курбан, это приблизиться к Богу. Если ты приближаешься к Богу, прыгаешь, то есть ты сразу такой прям цадик вообще, а по факту ты не цадик, потому что для того, чтобы быть цадиком, нужно как минимум знать полностью все законы вашего нора, в которых, ну вообще, чтобы быть специалистом, надо, спасибо, да, три. И не размешивать. Все, вот эти старые шутки все, знаешь, но... Хорошо. Значит, когда ты в чем-то начинаешь задирать уровень святости, а в других у тебя частях пробой, то этот пробой сразу виден. И оголяется твой стыд на нем, то есть человек, который там он, тут он святой, значит, а потом, значит, оказывается, где-то он не святой, ему сразу по тому месту, где не святой, пробой. Это как если машина, например, разгоняется там на очень высокую скорость, то у нее сразу там тут колесо отвалилось, тут ходовая полетела. То есть если ты быстро разгоняешься, то ты, конечно, можешь потом очень сильно пострадать. Но я думаю, что здесь нет таких фанатиков религиозных. Нет? Или есть? Были? Ну их нет уже, да. Значит, поэтому нужно постепенно подниматься. Теперь, чтобы постепенно подниматься, лучшая система, которая существует, это царь Соломон, мудрящий из людей. Он написал книгу-притчи, и он нам объяснил, зачем. Вот это прямо поначалу понятно, зачем она. Мы, кстати, сделали сейчас эту книгу в виде бота. Есть бот, в котором можно прямо в Телеграме получать каждый пасу, каждый отрывок с объяснениями, со всеми делами. Я эту книгу изучаю уже лет пять. Я скажу, когда я ее начал изучать, очень интересная история. Значит, я, когда стал религиозным таким, приехал сюда, пошел в Ешиву, учился в Ешиве. В 2000 году я приехал, я стал сразу цариком, отпустил длинную бороду, все. И очень у меня было два года очень тяжелым. Я болел, у меня голова болела там, то все, в общем, очень было тяжело. Жили мы на 250 долларов, я платил за квартиру, у меня была стипендия в коле ли 350 долларов в месяц. И кто-то давал в магазине, открыл счет на 250 долларов, чтобы мы еду брали. Два года мы так жили. Жена, она, ну, то есть вообще в шоте. А я на ней когда женился, я был такой с длинными волосами на рейндж-ровере, в Москве жил на Старом Арбате. В общем, был такой молодой, преуспевающий бизнесмен. И тут вдруг, значит, я религиозный, она, значит, в ромат Бетшемыши, в совершенно районе, в таком, ну, прямо ультра-ортодоксальной, и на квартире четвертый этаж без кондиционера, вообще без мебели, без ничего. И, значит, совершенно нет денег. Представляете? А я два года вообще все это не вижу, сижу в коле ли учусь. И я считаю, что это было очень... В жизни все очень уравновешивается. Вот в жизни все очень четко уравновешивается. Если мы посмотрим, то все хорошее, что к человеку приходит, оно или за него надо заплатить тяжелым трудом, и ты его получаешь как награду, или если оно легко приходит, потом ты за это расплачиваешься. То есть это вот как раз, если вы проследите, оно так работает. И у меня я очень доволен этому тяжелому периоду в жизни, потому что я считаю, что вот именно в тот период я заработал все то хорошее, что у меня было в следующие годы все. Слава Богу. Я, значит, потом через... На третий год я начал изучать разные тренинги, потом я начал их проводить, потихоньку совмещают с Торой. И с 2006 года я начал уже их серьезно проводить, как бизнес у меня начался, начал хорошо зарабатывать. Но я хотел больше. И я понимал, что те программы, которые у меня есть, битые вот эти вот программы внутри, во всех сферах жизни, мне нужно их исправить. То есть я вот это главная была идея, которую я осознал, став религиозным, что полагаться на свое старое вот это Windows 98, ну я Windows 73, я 73 года рождения, нельзя полагаться на Windows 73. То есть нужно переустановить софт, а лучше перейти с PC на Mac. Я решил полностью, значит, что я новый человек, никакого прошлого мне не важно. Я начал переустанавливать софт во всех сферах жизни. То есть я, для меня главное было, что не важно, что было вчера, а важно, что я хочу завтра, и мне важен новый, самый крутой софт. Те люди, которые именно самые, имеют самые высокие результаты в каждой сфере, я хочу знать, как они мыслят, как они действуют, какие у них есть навыки, что они знают, какие шутки они шутят, какие цитаты они произносят. То есть я хочу выстроить себя по-новому. То есть я не хочу жить старыми схемами, которые непонятно, как в меня попали, а хочу создать новые схемы. И вот я, когда искал схемы, у меня получалось так, что я год посвящал каждой сфере жизни. Год первый я посвятил сферу, которая называется личная эффективность. Это как ставить цели, как планировать, как выполнять свои планы, в общем, как быть эффективным. Потом, как раз после того, как я стал эффективным, ну, думаю, шикарно вообще, я эффективный. После этого, ну, реально стал эффективным. То есть Стивен Кови, Тони Роббинс, Брайан Трейси, то есть я взял конкретно все их знания и сделал даунлоуд себе в голову. Причем до того, как сделать даунлоуд любого знания в голову, имеет смысл пройти, переустановить программу запоминания. Потому что каждый из нас пользуется программой запоминания, которую вообще никто не устанавливал. Вот полный самопал. Детей в школах учат читать, но никогда в жизни их не проверяют, как они читают. Детей в школах учат читать, но ни один учитель не спрашивает, а что у тебя в голове творится-то, как ты считаешь. То есть просто дают какой-то набор знаний и как ты схватил, схватил, не схватил, не схватил. Я, значит, когда начал, понял, что мне надо учиться, что мне уже было тогда 33 года, я понял, что мне нужно конкретно переустановить весь софт. Я вначале изучил систему управления мышлением. Был такой человек, звали его Тони Бьюзен. Тони Бьюзен, он был уникальный, умер всего там пару лет назад, в возрасте 90 лет, до последнего дня жизни проводил лекции, написал 150 книг, заработал 300 миллионов долларов именно на том, что, знаете, Mind Maps, например, есть запись, это он придумал. Тони Бьюзен проводил, например, чемпионаты мира по запоминанию. Ну, у него есть очень простые книжки, такие из тех, которых на русский тогда издали, «Супер память», «Супер мышление». Вот две его книги. И я эти две книги изучил, переустановил программу «Как учиться». То есть эти две книги говорили о том, как учиться. И начал потом загружать себе новую, структурированную новую информацию. Вот есть Стивен Кови, «Семь навыков высокоэффективных людей». Ну и так далее. В общем, переустановил весь софт в личной эффективности. Я всегда проверяю по человеку, который какую-то систему создал, я проверяю вначале его результаты. То есть если у него есть система, так как она у него в жизни сработала? Стивен Кови, он умер 87 лет, разбился, катаясь на велосипеде. На момент смерти он был миллиардером. Не миллионером, миллиардером. При этом он был профессор. И он просто придумал классные системы. Сумел договориться с человеком по имени Франклину, которого была одна из крупнейших в Америке тренинговых компаний. Стал совладельцем этой компании, Франклин Кови, которая обеспечивает все крупнейшие корпорации Америке, клиенты Франклин Кови, включая Procter & Gamble, который владеет 70% рынка в мире, 70%, подожди, 35, по-моему, у них процентов бытовая химия в мире. У них Seven Habits, Highly Effective People, это внутренняя система обучения обязательно, по которой построено все в Procter & Gamble. Умер в, как я уже сказал, по-моему, 87 лет ему было, разбился на велосипеде. Девять детей, 80 внуков от одной жены. Каждый день учил Библию, он был христианин такой, ну, именно какой-то там протестант, такой протестант. 30 минут каждый день изучал Танах. Был вообще умнейший, святейший, богатейший, здоровейший, умнейший человек. Поэтому я думаю, ну, если это его система, так как же ее не изучить? Конечно, ее надо изучить. Но я, вот что интересно, я ее изучил, и я потом преподавал, там, и так далее. Я всегда спрашивал людей в начале тренинга, кто читал книгу «Всем навыков высокоэффективных людей». В зависимости от аудитории, РУТИ поднимали там от нуля до 70%. То есть я так определял, насколько люди продвинуты в именах авторов книг. Потом я спрашивал, кто, ну, если люди поднимали РУТИ, то поднимали РУТИ там часть аудитории, вторая часть аудитории доставала блокноты и записывали название. А я вам всегда говорил, не записывайте. Я говорю, вам не поможет. Не теряйте время. Они говорят, почему? Я говорю, вот давайте, те, кто читали, кто может назвать «Семь навыков высокоэффективных людей». И за все годы ни один человек из тех, кто читали эту книгу, не смог назвать «Семь навыков высокоэффективных людей». Поэтому читать книги не имеет смысла. И именно еще раз повторюсь, что книги надо изучать, и это главное, то, с чего я начал, переустановить систему, как ты учишься. Потому что если ты читаешь, если ты ходишь на уроки Торы, если ты просто пришел, послушал любого раввина, то это вообще не помогает. Ну, очень чуть-чуть помогает. Написано в трактате «Брахот» на шестом листе, что сказал Равзера, он говорит, награда за урок Торы, спешка, то, что ты пришел на урок Торы. Вот за это есть награда, ты сделал действие, ты пришел, это с тобой всегда останется. Говорит, Раша объясняет, потому что после урока Торы никто не может запомнить, что там говорилось. Поэтому награды за изучение Торы не будет, но за спешку на урок пришел, молодец, типа старался, стремился, молодчина. Вот. Поэтому нужно идти именно этим путем. Вначале нужно переустановить софт, научиться запоминать и то, что ты уже учишь, учить. Потом, значит, была лично эффективность. Следующий год мне уже было тогда 35 лет, и я понял, что запас энергии, который у меня был, закончился. То есть все, гарантийный пробег закончился, я начал уже чуть-чуть подрассыпаться, я начал много работать, преподавать, у меня там только все пошло. И что? Я, все понятно, берешь книги, например, есть книга «Жизнь на полной мощности». «Жизнь на полной мощности» написал ее Тони Шварц, а второго я не помню с автора. Они работают с крупнейшими корпорациями в Америке, они оба были тренерами, чемпионов мира по большому теннису, и они специалисты в физиологии, в спорте. Они создали систему «Жизнь на полной мощности», как люди, которые топ-менеджеры компании, менеджмент, как могут за минимум усилий иметь много энергии. Я изучил эту книгу, ну, в общем, целый год я изучал все, что связано с физиологией, и, значит, для себя лично нашел правильный набор отношений со своим телом, который мне позволяет, с тех пор уже прошло, мне уже сейчас 50 лет в этом году будет, вот сейчас мне чуть-чуть осталось. И, значит, слава богу, то есть я в день тренируюсь там от 15 минут до 30, и, слава богу, то есть энергия только растет уже все эти годы. Следующий год, я сейчас рассказываю, как я пришел к книге Мишли, следующий год, значит, когда у тебя есть цели, когда ты очень активно их достигаешь, когда ты имеешь энергию, третья сфера, которая человека или тормозит, или двигает вперед, это его взаимоотношения с другими людьми. Значит, каждый из нас, он взаимодействует с разными людьми, и эти люди или помогают, или не помогают, или мешают, или хотят тебе во всем помочь. И те модели коммуникации, которые мы используем, они, опять же, откуда пришли? С прошлого. И когда ты приходишь в какой-то класс непонятный, там какие-то непонятные дети, вообще, которые, ну вот, я не знаю, в каких школах вы воспитывались, но у меня были очень нехорошие дети. То есть просто были жуткие какие-то подростки, с которыми мне приходилось взаимодействовать, и на том взаимодействии ты учишься каким-то моделям поведения, реакции, то есть или ты их боишься, или ты на них нападаешь, или ты их ненавидишь, но все это в тебе замораживается, и потом ты с этими же моделями выходишь в жизнь. И дальше уже ты смотришь на мир сквозь вот эти вот фильтры, совершенно сформированного в прошлый вторник, какого-то восприятия других людей, которых уже нет давно, а ты ко всем относишься или с опасением, или с презрением, или там еще чем-то, просто заморозился на каком-то прошлом этапе своей жизни. Вот, начал изучать коммуникацию, изучал, изучал, а так как я этот способ изучения, ну вот, нужно по чуть-чуть учить, писать выводы, конспекты и так далее, то я все это размещал в соцсети, и у меня начали расти соцсети, росли, 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 сейчас у меня уже больше двух миллионов подписчиков. Это все следствие тех книг, которые я изучал. То есть я изучал, писал все время, каждый раз там учишься 20 минут, пишешь три вывода, эти три вывода ты должен поделиться с тем-то, рассказать, запомнить, ну и так далее. То есть знания нужно вытаскивать из книги структурировано, микродозами встраивать себе, чтобы была система, а не просто так ты почитал, закрыл книгу и пошел смотреть там дальше что-то. То есть нужно было очень все это встраивать, и получалось, что я каждый год писал по книге, или по нескольку книг, то есть я за первые 7 лет написал 14 книг. Изучал, значит, и итог этого изучения он форматировался в книгу. И тут пришел как раз момент, значит, третья была сфера, это влияй. Действуй, это личная эффективность, живи, энергия и здоровье. Влияй, это коммуникация, лидерство, и после этого пришло время, когда ты уже начинаешь собирать урожай. То есть если ты делаешь много полезных дел для людей, то приходят как бы как возврат, приходят деньги, признания, и тоже тут надо знать, что с этим делать. Я начал изучать тему богатей. И вот я, значит, собираю книги, а это как исследование такое, то есть ты берешь какую-то книгу, человека, который своими результатами доказал, что можно там с нуля заработать 100 миллионов. И ты, например, Дональд Трамп, он написал книгу «Думай как миллиардер». Есть его книга «Думай как миллиардер», где он в предисловии говорит, смотрите, все, что у меня есть, я этому обязан своему мышлению. То есть это причина. Значит, я вот в этой книге делюсь, значит, как я думаю, и прямо он пишет, что тот, кто так будет думать, тот будет миллиардером. Но если человек не запомнил всем навыков высокоэффективных людей, так он, понятное дело, не запомнит то, что Трамп написал. Значит, и вот я исследование книга за книгой, нахожу книгу, пишет человек, у которого 300 миллионов долларов, и он рассказывает свою судьбу, он продюсер, какой-то американский продюсер, и он, значит, рассказывает, что я, говорит, когда закончил институт, то за первый год меня выгнали с 9 работ. То есть у меня было совершенно, говорит, вот, выгоняли с 9 работ. Я пришел к своему там священнику, протестанты, тоже Америка, вот эти евангелисты, протестанты, они учат те же книги, что мы, вот, у них какой-то сбой программы, только они в конце добавляют вот этого человека. Непонятно, почему, как они его связывают с Богом, непонятно, но у них нет икон, у них нет крест, ну, там, кресты, может, у них есть, но у них, как бы, вот, если посмотреть, у них все их лекции, все, нет икон, никаких портретов, ничего, крестов даже во многих нет у них общинах. Учат ту же Тору, тот же Танах, то есть полностью книги пророка, все, но вот у них вот этот вот момент, что они в конце добавляют, что вот от него. И, в общем, ну, они учат все наши же книги, они учат. И вот, значит, этот говорит, я пришел к своему священнику, священник мне говорит, ты знаешь, говорит, у тебя реально сбой программы, у тебя сбой по коммуникации. Раз тебя 9 раз выгнали с работы за год, то у тебя какой-то тут есть, ну, какой-то вирус, ты не умеешь с людьми общаться. Значит, давай с тобой договоримся, сказал этот священник, что ты будешь считать по одной главе Мишли каждый день на протяжении года. 31 глава, за месяц ты заканчиваешь книгу, и за год ты 12 раз проходишь эту книгу. И этот священник говорит, если ты дойдешь до конца и не пропустишь ни одного дня, я тебе гарантирую, что ты станешь миллионером, или, говорит, я тебе заплачу 10 тысяч долларов, заплачу 10 тысяч долларов. По тем временам, это были там 60-70-е годы, это там как 100 тысяч сегодня. И это он пишет в предисловии, я, говорит, год я выдержал, через год у меня была уже своя компания, я этому там священнику всю жизнь благодарен, а сейчас у меня 300 миллионов, и, значит, дальше он дает свой комментарий на Мишли, ну, комментарии я читать не стал, а сразу взял себе Мишли с комментариями нашими, потому что у нас, ну, реально, есть комментарии Веленский Гаон, Раши, Малвин, то есть есть очень много комментариев, которые действительно передают то, что Шлом имел в виду, а не то, что этот парень понял. Хотя он тоже, нельзя преуменьшать его понимание, то есть ему понимание Мишли дало 300 миллионов долларов, это, ну, он добился большого успеха в Америке, продюсер, там, телевидение, кино, но комментариев я вспомнил сразу шутку одну, что как так был Раби Атива Идер, и он, к нему пришли ребята одни, говорят, у нас отец, такой был уважаемый бизнесмен еврести, он, значит, он умер, и он всю жизнь, он писал свои комментарии на недельные главы, и когда он перед смертью, он попросил нас, чтобы говорить, никому это не показывать, попросил, чтобы мы эти комментарии похоронили вместе с ним, но мы думаем, а вдруг там что-то ценное, что нам делать? Ну, Равин говорит, ну, надо то, что папа сказал, надо делать, но, говорит, приносите, мы посмотрим, если там что-то ценное, мы перепишем и похороним, а у нас останется эти ценные важные мысли, приносят они его записи, тетрадочку, Равин открывает, это была как раз глава «Лестница в небо», там, где Якову снился сон, «Лестница в небо», ангелы поднимаются, опускаются, и он, значит, пишет свой комментарий, он пишет, говорит, ну, вот, на вот это место, когда ангелы поднимаются и опускаются, возникает вопрос, тяжелый вопрос возникает, говорит, зачем ангелам лестница, если у них есть крылья? И пишет, как принято в евреевских комментариях, пишет ответ, говорит, ну, ответ очевиден, это были маленькие ангелы, у них еще не выросли крылья, это дети были, ангелы дети, но он этот, Раби Ати Вейдер, он сказал, закрывайте, говорит, ну, закапывайте, ничего страшного, да, закапывайте. Я думаю, что если бы он прошел, прочитал мои комментарии, он бы тоже так бы сказал, потому что, я сейчас так подумал, да, что у меня тоже, наверное, такие же комментарии, но, в общем, я после этого начал изучать Мишли, учил я Мишли, год учил, два учил, три учил, там, потом проводил уроки по Мишли, потом, могу сказать, что, слава Богу, работает, работает, в Мишли есть 915 отрывков, из них деньгам посвящено 150 всего, все остальное посвящено другим сферам жизни, и Мишли, значит, если действительно это изучить, и внедрить в себя, как базовую операционную систему взаимодействия с жизнью, с миром, то во всех сферах жизни будут очень хорошие результаты, я не священник протестанции, поэтому 10 тысяч долларов гарантировать не буду, но, в общем, советую попробовать ее изучать каждый день, значит, если вы изучаете каждый день по одной главе, за месяц вы заканчиваете всю книгу, и, значит, за год вы закончите 12 раз всю книгу, и я вам говорю, что вы станете, вот это то как раз, как, ну, вот эта система, по которой, если ты будешь жить, вообще все в жизни будет хорошо, откуда я это знаю? Начинает шло Мамеллах, начинает шло, а, сегодня, кстати, год, как умер мой отец, вот тут предисловие я написал, сегодня не Йорксайт, а год по нееврейскому календарю, вот тут я написал, что эту книгу я посвящаю поднятию души моего отца Бориса Исааковича Пентусевича, чтобы его душа была в раю, вместе с душами праведников, чтобы этот урок тоже был лейлу не шама, для поднятия души, хотя сегодня не Йорксайт, но можно в любой момент передавать часть своей духовной работы своим умершим родственникам, чтобы им там было хорошо, то есть любая дзадака, любая митсва, если вы говорите, что это для поднятия души того, кому вы хотите это посвятить, то это как будто бы вы туда отсылаете криптовалюту, да, если так вот, ну по современному языку, то вы прям реально туда ему послали, и он вам там, о, спасибо, это как подъемная сила для души, это очень важно. Хорошо, теперь, значит, начинает шлома Меллах, начинает он Мишли, шлома бен Давид, Меллах Исраэль, он вначале представляется, Мишли, это это материал, то есть Мишли, это примеры, примеры, которые привел шлома, сын царя Давида, царь в Израиле, то есть он представляется, говорит, ребята, можете мне верить, я сам шлома, пророк, который ему Бог дал великую мудрость, папа мой, это царь Давид, который был великий праведник, который, ну, тоже Таилим написал, я царь Израиля, то есть вокруг меня самые-самые большие мудрецы, то есть у меня есть доступ ко всему знанию в мире, это он так сразу говорит, кто он, чтобы у нас не было вопросов, теперь дальше он говорит, для чего я пишу эту книгу, какая цель, второй отрывок, ледат, хохмау, мусар, для того, чтобы познать, хохма это божественная мудрость, мусар это моральная дисциплина, для того, чтобы мы познали божественную мудрость, то есть это те знания, те аксиомы, которые дал Бог создатель мира, это называется хохма, божественная мудрость, познать это как увидеть, вот дат, это как познал дат Адам Хаву, то есть познание это чистое соединение и восприятие, он говорит, после изучения этой книги, вы познаете, вы прям соединитесь с божественной мудростью, и мусар, мусар это моральная дисциплина, то есть, например, знает Йоханнан, что надо делать зарядку, ты знаешь, это у него есть знания, а ты делаешь, времени нет, это обман, это обман, чистый обман, время у всех есть, не делаю, ответ честный, не делаю, почему, потому что между знанием и реализацией этого знания есть вот этот мусар, моральная дисциплина, когда ты можешь себя заставить, свое внутреннее животное, свою вот эту вот, нефеш беймит, животную душу, или я это называю внутреннюю корову, сделать то, что надо сделать, и вот на этом этапе, когда вот этот вот передатчик между знанием и действием, он называется мусар, моральная дисциплина, и он написал эту книгу для того, чтобы мы познали божественную мудрость, чтобы мы с ней соединились, и мусар, и приобрели моральную дисциплину, вот этот рычаг, чтобы ее, эту мудрость применять, и поставить свое животное внутреннее под контроль божественной мудрости, леавин и мрей бина, для того, чтобы мы поняли слова понимания, дословно, бина это качество ума, которое строит реальность, то есть у человека есть какие-то исходные предпосылки, вот у элиты, например, есть исходная предпосылка, что ангелы сильные, откуда они сильные, то есть, ну это, они что? и они сильные, поэтому, а зачем им лестница тогда? вот это все называется женская мудрость, то есть бина, говорят, уже женщины есть бина, бина это умение строить выводы, из каких-то идей, то есть умение, причина следственной связи, они сильные, почему? они города разрушали, а зачем им лестница? потому что они шли ко всевышнему, вот это все, это все называется бина, строить, то есть человек живет вот в этих вот построениях, это значит что, потому что, и так далее, это все бина, и он говорит, вы когда меня шли изучите, вы начнете понимать, им рей бина, вы начнете понимать в любом ответе, где там, где там факт, а где вот эти вот построения, а ты почему зарядку не делаешь, у меня времени нет, это бина, это построенная совершенно конструкция, которая, ну да, некая модель, то есть, когда ты изучаешь Мишли, ты начинаешь видеть, где вот эти вот, ну, как это все работает, бина. Может, потому что Ангелы немного сильнее нас? Я, нет, я не буду, это мне напоминает, это мне напоминает, это интересно, в самом деле, может быть, Ангелы действительно на шаг выше нас, но они все равно гораздо более, смотри, это ты можешь с Элитой обсудить, потому что это, это мнение о элите, это знаете, есть, когда пришла одна женщина к психологу и говорит, мне все время снится сон, что за мной гонится негр, негр во сне, но психолог говорит, и что? Она говорит, ну, и вот я останавливаюсь, значит, психолог говорит, и что? Но ничего, он исчезает. Психолог говорит, вы его в следующий раз спросите, что он за вами гонится. Но она, значит, в следующий раз приходит, говорит, и опять он за мной гонится, гонится. Я его спрашиваю, что вы за мной гонитесь? А он мне говорит, не знаю, это же ваш сон. То есть я не буду обсуждать больше ангелов. Я не говорю, это ваш сон. А? Про ангелов? Да. Но он, скорее всего, не письмя. Я просто про это не помню. У кого? А как оказалось? У ваших ангелов есть, а у моих нет. Ну, у ваших, может, а у моих нет. Мои ангелы безупречные. Пост? Есть разные мнения. Не знаю. Есть мнение, что... То есть если взять три книги Шлома Меллаха, есть Коэлит. Здесь все, экклезиас, все говорят, что он написал в конце жизни. Это его, как бы, вывод. Мишли, здесь он царь Израиля, называется, да. И Широ Шрим, он говорит, это что-то, песнь Шломо. Ну, то есть там вообще он просто как не пишется, что он царь. И я не изучал Широ Шрим, меня, ну, вот, как бы, оно не... Широ Шрим, оно говорит о вещах неконкретных, о слишком таких вот духовных, абстрактных вещах, которые, ну, очень тяжело за них зацепиться. Ну, это аллегория, это такие уже метафоры очень сложные. Я хочу, вот, давайте еще один пасук, и мы на этом заканчиваем. Значит, он написал эту книгу, чтобы мы познали божественную мудрость и моральную дисциплину, и чтобы мы научились понимать слова понимания, слова лодити, чтобы мы научились разбирать вот эти все конструкции, в которых живут люди. То есть люди живут не в реальности, люди живут все в своих мысленных конструкциях. Это значит что? Потому что это значит так, а вот мои ангелы, они с изъяном, а другие без изъяна. То есть человек живет в этих всех конструкциях. Теперь дальше. И третий отрывок, последний. Лакахат мусара скель. Чтобы мы взяли отсюда мусара скель, это интеллектуальный мусар. Значит, есть, вот, все равно же мы изучаем Тору, да, есть вот эти все, там, книга Тания, все вот эти вот вещи, которые абстрактно неконкретные. Они называются мусар аскель, это интеллектуальный, сэкль это как интеллект, значит, слово мусар, оно состоит из слова маасар и из слова исурим, да, страдания. То есть мусар аскель это некая такая вот высокая интеллектуальная какая-то история, типа высокая нравственность, еще что-то, которое тоже мне непонятно. Но отсюда можно понять какие-то очень тоже высокие вещи. Смотрите, у каждого есть разный подход к... Вот здесь люди учат там кабалу, им интересно сферот, им интересно какие-то вот эти вот вещи, которые вообще не конкретны, то есть ты их не можешь ни увидеть, ни пощупать, ни использовать. То есть просто тебе интересно, это как абстрактная математика какая-то и так далее. То есть есть люди, которые это любят, но здесь только им большое уважение и почет, то есть они живут в таком в абстрактном мире. Вот это вот мусар аскель. И они могут быть святые, потому что они говорят, этот мир ничего не стоит. А могут вообще сказать, что этот мир ничего не стоит и вообще перестать соблюдать все. То есть это такой... Мусар аскель – это высокая штука, чтобы мы взяли отсюда мусар аскель. Он говорит, что мы как-то можем измирить, взять этот мусар. Цедек – справедливость, мишпад – правосудие. У Мэй Шарим главная идея Шлома Амеллаха – это вот этот вот прямой путь. Везде выбирать золотую середину. То есть когда ты во всем начинаешь разбираться, то ты как... То, что сегодня называется осознанность. То есть ты перестаешь быть под влиянием чего-то, а ты во всем спокойненько выбираешь золотую середину. В общем, это то, для чего. Там дальше еще есть очень интересно. Четвертое. Латет липтаим арма – дать наивным хитрость. А подросткам дать познание и мазима, и рассудительность. То есть вот есть, например, люди наивные. Кто такие наивные люди? Наивные люди – это те, кто верят всему, вот как бы... Всему верят. Наивные люди. Он говорит, нельзя быть наивным. То есть наивный человек, он не видит глубину. Хитрость – это когда ты видишь двух-трех шаговые какие-то схемы. Это называется хитрость. То есть здесь он тоже про эту хитрость говорит. И подростку дать, дать подростку дать познание жизни как опыт и мазима и рассудительность. То есть здесь он перечисляет, как бы все же идет на примерах, и описываются разные ситуации. Вот первая глава, например, он описывает коммунистов. То есть реально описывает коммунистов. И как-то я слышал, что пришел один человек, по-моему, это я слышал от Хавы Куперман. В общем, он пришел к ее дедушке, какой-то молодой парень из Ешивы, говорит, вот, коммунисты, такие идеи красивые. И он ему открыл вот эту вот первую главу Мишли и сказал, что вот смотри, придут плохие люди, скажут. И прямо сказал все лозунги коммунистов, здесь есть в первой главе. То есть не надо… Шлом Амелых передал в этой книге весь мир, как он устроен. Все, значит, на сегодня я книгу считаю, что это самая важная книга, самая важная программное обеспечение. Значит, вы можете эту книгу «100 шетелей пожертвовать одного икра» и получить в бумажном виде. Или вы можете ее… Все деньги идут на распространение Торы. Есть, значит, бот у нас, который… Вся эта книга есть в боте. Можно получать каждый день по три отрывка с комментариями. Случайный отрывок в любое место можно… Прямо нажимаю случайный отрывок. Бак тебе приходит случайный отрывок, можно взять любую главу. То есть мы сделали очень классный бот, в котором вся эта книга тоже есть. Так что все, кто покупает книгу, еще имеют доступ к боту. Сейчас, подождите секунду. Сейчас давайте, я очень люблю это, что Бог нам дает какой-то месседж. Хотите узнать, какой месседж? Вот откроем сейчас на случайном месте. Я люблю… Значит, задумайте вопрос какой-то, задумайте вопрос. Задумали? Вот какой у вас есть вопрос ко Всевышнему? Задумали? Все? Открываем? Так. Открылась нам 13 глава, 13 отрывок. А? 13 глава, 13 отрывок. Сразу вот у кого-то 13, ну там негативная идет ассоциация. Но смотрите, 13 в еврейском мировоззрении, 13, дематрия слова «эхад». Эхад, 1, Бог 1. Эхад, дематрия слова «эхад» – 13. Дематрия слова «аава» – любовь. 13. Эхад, Бог 1 и любовь «аава» вместе 26 имя Всевышнего. То есть 13 в еврейском восприятии – это очень хорошее число. Теперь 13 отрывок 13 главы. Значит, он звучит так. Баз ледвар яхбелло вэре митсва уишулям. Значит, пренебрегающий словом Бога пострадает, боящемуся же заповеди воздается. Вот конкретно нам, конкретно прямо знаете, как такое завершение. Что тот, кто пренебрегает словом Бога, ему обязательно он пострадает. То есть не может быть, чтобы не пришла отдача. Идти против Бога – это как плевать против ветра. То есть ты можешь плевать, но все равно обратно оно все на тебя прилетает. А тот, кто боящийся заповеди воздается. Комментарий. Когда человек узнает о Боге и начинает изучать Тору, он попадает в новое пространство. Как во дворе царя. Так говорили в древности и понимали, о чем речь. Во дворце царя человек мог в один момент вознестись на вершины власти, как Аман. То есть если ты с Богом уже зашел в контакт, то тебе может сразу все поперло. Или сразу же погибнуть, как тот же Аман. То есть потому что ты так близко к Богу, что какая-то ошибка, она может тебе тоже много стоить. Значит, достаточно было одного неверного слова во дворце. Иногда по приказу царей вырезали целые города за неуважение. Бог царь царей, и поэтому пренебрегать его словом Торой опасно. Тот же, кто с уважением и трепетом относится ко всему Божественному, к каждой заповеди, тот получит огромную награду. Чего всем нам желаю, чтобы мы все получили огромную награду. Спасибо.